Услышали, как развивался, к счастью, развивался в 2020 году регион Мирская область. Что для себя отнесли? Во-первых, я понял, что я не так хорошо знаю состояние региона. Было очень полезно сегодня для меня. Я познакомился с материалами, которые были представлены, внимательно выслушал выступления губернатора, представителей фракции. Это было очень интересно и содержать для меня встречи. Во-первых, что приходит в результате, что с 2016 года в Тверской области выстроена система, система, которая начала решать вопросы, не развязывая узкие проблемы и не только реагируя на социальные, острые потребности людей, система, которая начинает работать на развитии. И не случайно мы слышали на Петербургском форуме, что в пятерку вошли по объему. Это очень важно, потому что это готовится все потом. Это не так просто все. Это большое дело. Теперь, то, что эта система, и вы, я так понимаю, здесь уже говорили об этом, она прошла испытания пандемии. Это еще дороже стоит. То есть система управления. И что для меня было особенно интересно, потому что я работаю в Дагестане, тоже в роли ВДЛ, не смог реализовать этот проект со своими коллегами. Это проблема транспорта. Были попытки, но так как в области, мы это не смогли сделать. Я очень внимательно слушал, смотрел, вникал. Выросло больше, чем на 80% число перевозимых пассажиров. Вдумайтесь, какую провели реформу в Твери. Я хочу просто, если это удобно, может кто-то на это обратит внимание. Ведь мы начинали, образно говоря, с самодеятельности людей. Кто-то брал машину, списанный рафик. Ведь и так было. И на нем возили. С какими тормозами, кто ничего не проверял. И это всегда имело риски. Что-то говорить, школьный автобус у нас в каком состоянии был, по 10 и больше лет. Помните? Скорой помощи какие-то. И теперь вот в Твери такой опыт наукоп. И не случайно здесь проходило заседание, значит, Министерства транспорта. Для нас это очень важно. И вот здесь у вас, у нас теперь, да, эта проблема получила практическое решение. Я бы не стал говорить, что она решена. Но это идет такой хороший пилотный проект с хорошим результатом. И еще один очень интересный вывод для себя тоже получил, чего тоже, в общем-то, не представлял. С 16-го года количество детей в многодетных семьях увеличилось, я по памяти, если не ошибусь, более чем на 44 тысячи детишек. Это очень хороший результат. На фоне снижения рождаемости как таковой. Мы теперь понимаем, вот куда надо внимание максимальное, средствами, и понимать дальше. А дальше идет цепная реакция. Потому что выросшие в многодетных семьях дети, они, по моему личному наблюдению, и специалистов тоже существенно отличаются от детей, которые растут одиночками в семье. Это немножко другие дети. Они такие более социально, общественные. Ну, мы не понимаем, о чем мы говорим. Поэтому дверь располагается. А я уж не буду касаться там сейчас других тем. Я думаю, что мы сейчас будем участниками такого дальнейшего развития в плане решения вопросов газификации, туристических процессов развития туризма на территории. Ну, и самое еще, что главное, интересов территорий, муниципалитетов, которые будут траиваться в это все. Очень интересный период. Ну, могу сказать только, что рад, что я лично дожил до этого времени. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.